Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Квартира Пошел ты, знаешь куда я тебя выделил А что путей отхода не было, номер квартиры мне диктуйте Хорошо, 34 А то впадает мальчиков 34 34? Ты что, глухой, тупой или тугой на ухо? 34 Оба полской обороны 12 34 Фамилию тебе Ты, сука, мою бабу дерешь, тебе фамилия моя нужна? Что ли, или что? Я тебе сейчас наклык там дам около, прям своего дома на улице А как без этого? А как без этого? Без того, чтобы наклык базару нет, не обойдется, блядь Наклык тебе придется взять, конечно Без ними я имею ввиду Тебе зачем моя фамилия? Отсосешь и пойдешь Фамилия ему нужна, блядь Город, назовите мне Город Ты что, слышишь? Ты что, бабе моей звонишь? Ты что, блядь Вы там все охренели, а то что она на передок слабая Вы что, этим пользуетесь, что ли, или что? Город Зачем тебе город? А ехать ты куда? Ты потрахиваешь бабу мою и тебе город неизвестен, что ли, где ты это делаешь? Ты откуда звонишь вообще? Ты кто такой, что тебе, блядь? Я, меня Руслан Николаевич зовут Да нахуй мне Николаевич Ты когда, блядь, мою бабу потрахиваешь, ты говоришь, чтобы она тебя Руслан Николаевич звала, что ли, или что, блядь? Ты понимаешь, что я рога таскать не намеренный? Я тебе их в бошку вобью или в жопу, блядь, другим Другой стороной, заостренное, блядь Ой-ой-ой, город Какой? Слышишь ты Тайга? Дичь, Тайга, блядь Я тебе дам, сука, Тайга, блядь А где? В тронде у тебя, блядь Смелый человек, да, я смотрю, вы по телефону Слышишь, ты, блядь, звонишь, непонятно откуда Говоришь, что мою бабу завез в телефон Вы трону, ты понимаешь, что у нее есть мужик? Вы можете быть в обостребе и занимайте своих делах Понятно, да? Я сказал трубку, передавайте, я вас не задерживаю больше Зачем? Что, ты дурак, что ли? Ты передашь трубку своей бабе, если ей звонит какой-то хуила И хочет ее выдрать Ты же, блядь, она симпатичная телочка, блядь там покуролесить с ней, да, или что, я не пойму. Ну так вы же рядом, чего вы боитесь? Я тебя боюсь, я тебе сейчас адрес продиктовал, приезжай. Я говорю, боитесь чего? Я не хочу просто, ну что ты за петушок такой, я не хочу, чтобы мою бабу кто-то драл. Вот и все. Чего не хотите? Чтобы мою бабу кто-то драл. Тебе еще раз повторить. Ты вот что звонишь? Тебе своих баб не хватает или что, блядь? Ты почему, блядь, перестендуешь на чужую женщину? Мне сегодня, блядь, за целый день уже пятеро позвонили каких-то... Я хочу тебе поговорить. Да что, ты со мной разговариваешь? Я просто поговорить. Она тебе что, денег что ли должна? Должна денег банку Тиньков. Какому Тиньков? Банку такому. Тиньков. Стоп, 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 стоп. В смысле, из банка звонок? Представляете? Братан, сори. Братан, как тебя звать? Извини, дружок. Извини. О, поперла меня. Да просто слушай, блядь. Я знаю, что она потрахивается. Вот зачем. Я понял, бывает. Трубку передайте, я с ней поговорю. Она и я ее, это самое, в магазин отправил. Я вчера ее поймал, представляешь, прихожу, у нее тут четыре мужика. Две чуихи, телки какие-то. Они тут, блядь, еле живые, блядь. Понимаешь? Я ее сейчас отправил. Я ее отправил в магазин. Она сейчас, если без пузыря придет, я ее тут угандошу. Ты понимаешь? Сой, блядь, мне не по себе, что я так с тобой себя повел, братан. Ну, ты меня пойми, у тебя телка есть. Представляете, я буду звонить, блядь. Они меня боятся. Я просто, ну, в городе такой, имею вес, статус. Ну, пойми, я с звонка до звонка, я на свободе за всю свою жизнь. Четыре года я посещал. Вот 16 лет, четыре года мне сейчас, блядь, под полтишок. Я четыре года на свободе был. Ко мне, блядь, приходят уважаемые и говорят, так, все, надо помочь. Я только собираюсь помочь меня на крытую. Ай, понимаешь, какая, вот я поэтому так вспылил, я понимаю, что ты чувачок нормальный, я ведь на работе, на своем месте. Какой там у тебя банк? Тинькофф, что там, она бабок должна, да? Да, да, да. Чего надо, сколько бабок? Хотите помочь им материально? Да, ну, че, вопрос, пока, блядь, пока не закрыли, надо сейчас дела какое-то. Ну, буквально там, че, я долго не задержусь. Ха-ха-ха-ха, сейчас тему какую выдвинем, братва, подкинет. Да закрою вопросы, конечно. Че, бабки это дело такое наживное, чмырится из-за них. Скажи, че надо, сколько, да, и все, реши вопрос. Да, много надо. Да тебя много, да, меня немного. Братва поможет, слушай. Ну, вот я вам сейчас скажу тысяч триста, немного. Сколько? Я скажу тысяч триста, что мало. А как так, скажу, не скажу, я так понимаю, банк, должны понимать, вы тоже, что так, может, тысяч триста. Ну, так, братва, так, говорит. А в банке, че, да, ну, вас тоже там в банке, братва? Тысяч триста, типа, туда-сюда. Давай я скажу тысяч двести, а то скажу, давай, вообще ничего не скажу. Не-не, аргументируй, братва, так не пойдет. Ну, вот я тоже так думаю, так не пойдет. Я должен с ней разговаривать и уже по факту послушать, что потом ее должен. В общем, смотрите, дело в чем, ей банк Тимков готов навстречу пойти. Она долгое время находится в просрочке. Есть возможность, она должна заморозить, остановить на 4-5%. А чем она в просрочке, она хуячит, блядь, водяру, блядь, сутками. Конечно, блядь, в просрочке, где ей еще не находиться. А она работает? Да, я знаю, извини, не знаю. Работает я ее. Слушай, ну, да ей не надо работать. Вот такая ситуация. Может, ей работает, но ей это не особо надо. Как бы мне просто помогает, я ей подкидываю, там, уделяю, грею. Там, мне-то пацаны тоже подогревают. Я так не остаюсь без внимания, что жизнь-то у меня веселая была. Многим помогаю, помогал, буду помогать. Тебе надо какая-нибудь помощь какая-нибудь нормальная? Ты в каком там, ты у нас тут живешь? В Сибири? В Москве. В Москве. Как ты собирался на адрес подъехать? Ты так спрашиваешь. Адрес спрашивал. Ты что, на адрес подъехал? Ну, зачем? Зачем? А зачем ты адрес подъехал? Слушай, слушай, ну, тут я вот так вот думаю. Есть ты земляки, у вас же на Лермонтово 10 находитесь сейчас, да? Не, подожди, ты зачем адрес спрашивал? Ты в Москве живешь, мы в другом городе живем. Зачем ты адрес спрашивал? Улица Лермонтово, дом 10-12? Да не, мы... Это так. Мы сейчас живем там. Сейчас кто здесь? Ты думаешь, что я тебе сказал, просто так щекой потрясти. Ты меня за кого считаешь? Если я тебе сказал, где я стою, то я там стою. Я же не этот, не пиздобол. А ты зачем, скажи мне, адрес спрашивал? Через сколько Светлана придет? Да не знаю, а я не знаю, через сколько она придет. Придет она, не придет. Не, не, ты ответь. Что ты адрес-то спрашивал? Ты подтянуться хотел, что ли? Ты мне что... Или ты это, слышишь? Витима придет. Витима придет. Ты где живешь? В Москве, да? Да. А как бы ты подтянулся ко мне на адрес? Причем тут я? Ну, ты адрес спрашивал, слышишь? Ты мне сказал... Да, я адрес спросил и товарищам, занимающимся взысканием долгов, профессионально предоставил. Они уже соответствуют. Слушай, так ты этот, что ли, блядь, петушок, сливаешь, что ли? Ха-ха-ха. Да ты педарок, брателло. Слушай, а что я тут с тобой распинаюсь, бабосы тебе отдать? Давай так, Москва, ты живешь в Москве. Я там сейчас ребятам накину, тебя найдут по Шурику. Да? Если ты в Москве живешь. Да нет, тебя надо дырявить. Тебя надо дырявить, ты педарок. Сейчас, сейчас, договорим, проверю вашу смелость. Интересно, у вас там в Пинькове работают. Чепушил. Адрес свой диктуйте. На Лермонтова 10 находитесь вместе со своей женой, да? Садыкватность у вас все в порядке, нет? Да ты уже пропитушился, ты адрес взял, а сам ехать не собираешься. Ты чепушил, а я тебе вообще... Причем тут я... А то потому что ты сейчас со мной разговариваешь, ты базар держишь. Тишину настройся, тишину настройся. Ты че ты там на баб передвигаешься? Я сказал, я говорю, а вы молчите и меня слушай. Ты вообще понимаешь, кому ты пытаешься говорить? Ты понимаешь? Такому я разговариваю? Вы видите, как вы общаетесь? Или ты там на трубе сидишь и думаешь, что ты там угрелся, сидишь за стенами какого-то там Пинькова? Чувствуете себя хорошо, нет? Через слово пьетесь в лапах. Слышишь, да мне похер куда, за что в Крытую ехать. Я тебя продырявлю, отлично, понял, а потом поеду на Крытую. И скажу, что тебя навещали регулярно, чепушок. Давайте, давайте, день времени. Ты согласен? Ты знаешь, что если бы ты на зоне вот так сказал, давайте, давайте, ты выходил вообще просто как дуршлаг. Понятно? Я еще раз говорю, смелости хватит. У меня? Моя смелость. День времени, ищите. День времени, ты меня что, предъявить хочешь? Все, все. Ты с меня получить хочешь? Петух, ты попал. Найдите. Ты попал. Если повезет, если не найдете, вам считайте повезло. Да? А ну, обоснуй. Обоснуй. Сейчас трубку Светлане передаете, я вам еще раз говорю. Слышишь, ты заблазит, а там забудешь отвечать. Занимайтесь своими делами. Ты за щекан. Ты что там третешь губой? Ответь. Что? Мне повезло. Что делать? Ты мне ответь. Ты сказал, мне повезло. Ты меня простил, что ли? Если не нашли, значит, вам повезло. Ты меня простил? Что сделал? Простил, что ли, меня ты? За что? Вот именно. Ты запомни, петушок. Твоя жизнь начинается снова. Когда будешь выходить со своей телефонной будки, где ты там сидишь, посматривай по сторонам. Понял. Я послухивал, что вы там еще, это, в других городах живете, блять, а называете, что вы в Москве. Слушай, я положу несколько часов времени, чтобы найти вот эту вашу бандуру, контору, которая вот там петухом пригревает. Да, да, да. Да, да, я не буду тут тебя пугать, слушай, я не в той масти. Я не фраер, чтобы пугать. Я дело сделаю и все. Усек. Все понятно. Смелость у вас через край по факту не левает. Мне нахуй не нужно перед тобой отчитываться за мою смелость. Я тебе факт констатирую. Я сказал, до свидания. Очко на марте тебе. Готовься, не так будет больно. Сначала больно, а потом как сереж. В курсе так у нас говорят. Друшлачок. Давай, клади трубу. Слышишь? Трубу клади. Вот чепуха, блять, там у вас. Блядь трубу. Продолжение следует...